Я вот что хотел спросить у вас. Вчера не спросил, сегодня спросить хочу насчет причастия, что я буду оглашенный это стоять. Да. Вот смотрите, завтра же у нас будет рождественское крещение. Какое? Рождественского крещения никогда и не было. Это купаются люди. Ну, это, завтра праздник же будет церковный. Ну, праздник, а крещения-то никакого нет. Крещение. Праздник есть. А люди купаются, это крещением не является. Я знаю об этом. Я в другом. Мне завтра причащаться надо, а в воскресенье по субботу не надо. Я не знаю. Не знаю, как у вас. У вас крещение было с полным погружением? Я не помню. Ну, раз не помнишь, надо готовиться, не надо причащаться совсем, пока не покрестишься. Это нельзя делать. А когда покрещусь, тогда можно, да? Ну, тогда верующий ты будешь. А пока не крещен, не надо даже подходить близко. И когда причащаются другие, куда-нибудь в угол зайди, чтобы тебя не видно было, если на улице холодно. А грошенные зайдите. Тут надо все по-серьезному. Это получается, всегда, когда будут говорить, грошенные зайдите, я должен всегда уходить? Должен выходить, пока не примешь крещение. Когда крещение примешь, тогда выходить не надо. А вот сейчас в конце уже там поется так, с миром и зайдем, в это время можно заходить. А я вот до этого же причащал, ну вот, недавно причащался. Ну, ничего не сделаешь уже. Все поблагодари Бога и все на этом. Беды никакой нет. Остается всегда выходить на праздники, на всю литургию. Не имеет значения. Если только литургия идет и говорит, оглашенные зайдите, в это время поворачивайся и выходи. Священник будет препятствовать. Священник скажет, да не надо, ты крещеный, не верим. Это жульничество. Это обман. Если священник крестил неполное погружение, его извергать надо. 50-е апостольское правило. Он никто. Просто дядька тряпками обвешенный стоит. И все. Надо относиться так, как Господь заповедал-то. А не просто так. Когда торговали в храме, он бишь сплел и выгнал оттуда всех. А сегодня торгуют везде. Да еще за крещение деньги берут. А это уже симония. Самая настоящая. Патриарх Алексей Второй об этом говорил. Это 52-е апостольское правило. 50-е апостольское правило. 50-е. Ровно 50. Апостольское правило. Если не в три погружения крестят, с тобой ничего не было. Мокрый и все. Был сухой грешник, теперь мокрый грешник. А священник извергается. Вот в чем дело-то. А они нам правила не нужны. Значит, они никакие не православные, просто разбойники. Об этом апостол Павел сказал. Лютые волки войдут к вам. Будут говорить превратно, чтобы уречь за собою. Чтоб ты его считал за священник. А он никто. Обманщик. Ну, человек наденет генеральские погоны. Он... Ну, купить-то можно, конечно. Но его же никто не ставил. Вот я что и позвонил спросить, уточнить еще раз. Чтобы знать. Ну, вот я говорю вам. Это деяние апостола. Запишите. 20 глава, 29 стих. Деяние. Просчитай. Апостол Павел говорит. Какие придут люди? Что они будут делать? Которые враги, которые распинают верующих, убивают, это волки. А которые вот это делают, как попало, они проклятые написаны. Иеремия записал 48, 10. Иеремия, 48 глава, 10 стих. Проклят, то дело Господне делает небрежнее. Они, как попало, крестят. Они крестят, они проклятые. Я вот недавно Иеремию читал. Вот об этом Господь говорит через... У Малахии, 3 глава, что... Я проклинаю ваше благословение. Он благословляет, а Бог в это время не благословение дает, а проклятие вам. А какой стих у него там? Ну, надо посмотреть сейчас определенно. Ну, Малахия, Малахия, там... Открой там, 2-я, 3-я глава. Я мог бы открыть, но у меня тут система целая стоит на пипитре. Я не могу зайти. Малахия. Вот. Ага, что я понял, что я написал. Малахия, знаете? Вот 2-я глава. Так. А вот теперь посмотрим сейчас 3-я. 3-я глава, Малахия. Проклятие, вы прокляты. 9-й стих. 3-9. 3-9. Весь народ проклятый. Вы обкрадывайте меня. Принесите все десятины в домохранилище, чтобы в доме у меня была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь. Ну, и дальше говорит. Вот так. А мне все равно надо тогда десятины. Все равно давай, да? Ну, давай десятина там, где торговли нет. А где торговли, там не надо платить. Вы говорите тщетно. А вот если я работать поеду, Игнат Тихонович. А? Вот если я насчет работы, если я вот работать поеду куда-нибудь. На 2 недели, ну, на вахту. Это как, получается, что делать-то? Ну, никак, как. Устроился работой. Нигде не лез там под аппаратуру, чтобы тебе голову не разбили. Ага. Ну, видите, что? А если вот я поеду в Москву работать на 2 недели? Ну, надо смотреть. Так, как сказать-то? Я не знаю, куда поедете, для чего. Нет, вот если работать поеду. Ну, опять же, надо знать, что все у тебя было. И посты соблюдай, все. Отдельно пища. Я вот был в армии, сидел в тюрьме. И за слово Божие это я соблюдал. Все. Вот насчет воскресенья-то, если вот работать будешь, это что, работать или нет? Если уже ничего никак по-другому нельзя, ну, что ж, про работу, а сам знаешь, что для этого делать нельзя. Надо найти работу такую, что воскресный день у тебя был для храма, для Бога. Ну, я не знаю, как вот. У меня было такое. Я не пошел. Начальнику сразу сказал, я не пойду на работу. А это советское время было. Там за это дело посадить могут. Ну, так обошлось. Вот так. Начальнику, если все равно, надо сказать, что я да, я просто... Да, скажи, я отработаю. Две смены, как на воскресенье, трогать нельзя. Я не могу, скажи, работать в этот день, потому что я иду в стерковь. Я понял. Видите, девятый стих. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня, говорит Господь. Так что... Они говорят, мы благословляем, а Господь говорит, я проклинаю ваше благословение. Так что тут никуда нельзя не везет. Слушайте, Игнать Тихонович, а вы всегда вот так вот руки-то поднимаете на молитве-то? Как? Мы молимся так. Вот как священник. Поднимаем руки, я не знаю, тебе меня видно, не видно? Да, да, видно. Ну, вот так написано, поднимайте руки на всяком месте. Вот так. Понятно. Ну, всегда не Игнать Тихонович. Ну, смотрите, вторая глава. Тут тоже говорится о священиях, о священниках. Прямо говорится то-то. Ибо устав священника должны хранить введение. И закона ищут от всего, потому что он вестник Господа Самоопа. Но вы уклонились от пути всего, для многих послужили соблазном священнике в законе. Разрушили заветливее, говорит Господь. Зато я вас сделаю презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих. Если приятствуйте в делах закона. Ну, тут уже никак ничего не скажет. Это уже Бог говорит, от слова Божьей. Мы должны только слонить голову и плакать. Вот так. Ну, все? Да, да, все. Ну, во славу Божию. Все исполняй, стремись к этому. И тогда у тебя будет как надо. Не думай так. А вот там меня не пустят. Ты молишься с тобой, Господь. Он все ворота раскрывает. Доверяйся Богу. Лишь и не разговаривай. Где двое-трое спорят, матерятся, отойди. Не стой рядом даже. С собой в дому пошел, взял там хлеб или вода там с сахаром, с медом. Рыба, если можно. Если не положено мясо молочное, никогда пост не нарушай. У тебя совесть будет чистая. У нас в православии-то только меню меняется. Настоящего поста-то нет. Настоящий пост, когда человек не пьет и не ест ничего. Ну, как было это, мы знаем. В Израиле Бог так делал. Все, ухожу с Богом. Давайте начнем. Аллилуйя.